КАЗВАК Бенуа Виткин отмечает, что производственные мощности в Казахстане довольно ограничены, но рассматривается вопрос о партнерстве с Турцией и проект строительства завода. Также вакцина находится в третьей фазе клинических испытаний. Об окончании второй фазы было объявлено 31 декабря 2020 года, пишет автор и далее указывает, что препарат является инактивированной вакциной того же типа, что и вакцина, разработанная китайскими производителями Синовак и Синофарм, а также российским институтом Чумакова. Использование убитого цельного вируса позволяет более гибко, чем другие вакцины, адаптироваться к появлению вариантов, рассуждает журналист и цитирует вирусолога Мари Поля Кьяни. «Я немного знаю о научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности, разработавшем вакцину. ВОЗ сотрудничала с ним в области разработки инактивированной вакцины против гриппа, и институт довольно хорошо владеет этой технологией», — говорит французский вирусолог. А журналист добавляет, что казахстанский прорыв основан на старой традиции, которая берет начало еще в 1958 году, когда был основан институт. Окаменелость возрастом в миллиард лет обнаружена на Шотландском Нагорье. Ее называют решающим недостающим звеном в эволюции жизни на Земле. До ВД ученых приводит автор издания Daily Mail Джо Пингстоун. Окаменелость, найденная около озера Лох-Теридон, представляет собой организм, который сложнее одноклеточного существа, но при этом не является многоклеточным. Находка, вероятно, может пролить свет на то, как самые примитивные формы жизни превратились в фауну, которую мы видим сегодня. На данный момент окаменелость считается самым ранним известным примером организма, который содержит два разных типа клеток. Как заявил ведущий автор исследования, профессор Чарльз Велман из Университета Шеффилда, мы обнаружили примитивный организм, состоящий из двух типов клеток, что стало первым шагом к сложной структуре, которая никогда не описывалась ранее. Открытие этой окаменелости позволяет предположить, эволюция многоклеточных животных произошла по крайней мере миллиард лет назад, и ранние события, предшествовавшие эволюции животных, могли происходить не в океане, а в пресной воде, такой как озера, указывает профессор Велман. Ископаемое, получившее название бицелум бразиери, заполняет пробел между появлением одноклеточной жизни почти 4 миллиарда лет назад и кембрийским взрывом 600 миллионов лет назад, который ознаменовал появление огромного разнообразия. В то время уровень кислорода в атмосфере резко вырос, что привело к увеличению числа существующих видов. Время между этими событиями называют протерозойской эрой, и о ней до сих пор мало что было известно, пишет газета. Во время пандемии люди оставляют больше чаевых, чем было принято ранее. Таким любопытным фактом поделилась с читателями швейцарское издание «Тагис Анцайгер». Оно ссылается на исследования, проведенные компанией «Сивэй», изучающие общественное мнение. Сегодня меньше возможности оставить чаевые официантам. Кафе и рестораны работают с ограничениями или закрыты вовсе. Однако в опросе 32% из 10 тысяч респондентов отметили, что во время пандемии стали давать значительно больше чаевых, чем прежде. Это исследование удивительно, потому что поведение в отношении чаевых отличается при заказе через приложение и при оплате наличными. Опираясь на данные опроса, я делаю вывод, что чаевые – это гораздо больше, чем финансовая реакция на качество обслуживания. То, сколько чаевых оставит человек, зависит не только от принятых норм, но и от психологических факторов. Говорит Штекбауэр и поясняет свою мысль. Если мужчина приглашает женщину на первое свидание, он, скорее всего, будет более щедрым, чем обычно. А по мнению антрополога Джорджа Фостера, чаевые – это своего рода внутреннее избавление от угрызений совести. Пока вы хорошо проводите время, другим приходится ради этого работать. Чтобы побороть чувство стыда, люди дают обслуживающему персоналу немного денег в качестве компенсации. За последний год этот контраст стал еще более выраженным. Работники сферы общественного питания практически не контактируют с гостями напрямую. Их материальное положение ухудшилось в сравнении с обычными временами. Поэтому клиенты, забирая свою пиццу, с удовольствием оставляют немного денег из солидарности, в том числе и работающему в стрессе курьеру, отмечает швейцарское издание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова